33 километра. Ровно на таком отрезке автотрассы Ушбаткен-Исфана проводятся строительные работы. Деньги на ремонт этого участка выделил Исламский банк развития. Всего стоимость проекта составляет более 19 миллионов долларов. На сегодня выполнено примерно 30 процентов работы. Мы тщательно следим за качеством работы. На данный момент на участке дороги с 92 по 108 километр уложили первый слой асфальта. Кроме того, полностью завершили строительство моста на 96 километре. Стоит отметить, что ремонтные работы охватили также строительство двух мостов. Ровно столько же будут реконструированы. По словам подрядчиков, строительство мостов будут завершены в течение двух месяцев. Также планируется, что некоторые участки автотрассы будут расширяться на метре метра. Там будут две сплошные полосы и пешеходный переход. Кроме того, в настоящий момент проложат 121 трубопровод. В 2017 году началось первоначальное строительство дороги. До 2019 года, до августа месяца был у нас срок. Сейчас, в данный момент, у нас продлен срок до 2020 года. Строительные работы должны завершиться к 14 мая 2020 года. В связи с этим на некоторых участках с населёнными пунктами, работа идёт в две смены. Там задействовано больше людей и техники. Отметим, что трассу Ош-Баткен из Фонарей монтируют 219 единиц техники и около 300 рабочих. Чтобы ускорить процесс реконструкции трассы, компания-подрядчик задействовала второй асфальтобетонный завод, который выпускает материал в ускоренном темпе. Для того, чтобы ускорить процесс, мы в час выпускаем примерно 160 тонн асфальта. Здесь работает 8 человек. Это всё для того, чтобы вовремя сдать новую дорогу в эксплуатацию. Стоит напомнить, что в 2017 году турецкая компания Алке-Иншаца на Иви-Тиджарет начала реконструкцию автодороги Ош-Баткен-Исфана с 75-й по 108-й километр. К слову, ремонтные работы должны были завершиться в августе этого года. Но заказчик в лице Министерства транспорта и дорог внёс ряд дополнений в строительство дорог, из-за чего работы продлятся ещё год. Всего с момента обретения независимости в стране на строительство автотрасс потрачено 2,5 миллиарда долларов.